Следующая недельная глава, это девятая недельная глава первой книги Торы Берешит, называется Ва-Ешев. Помните, слово Ешев означает, что сидел и жил. Помните еврейское такое выражение, Ешвим Тов, хорошо сидим или хорошо живем, можно перевести. Это Берешит, 37 глава с первого стиха, по 40 главу 23 стих, и Гафтара, пророк Амос, 2 главы 6 стиха, по 3 главу 8 стих. И здесь уже появляется новое действующее лицо, которому уделено внимание почти не меньше, чем Аврааму. Как его зовут? Якова мы говорили про Якова. Йосиф, Йосиф, да, Йосиф, Йосиф. И, конечно, говорится, здесь поселился Яков, но дальше говорится об историю, в центре истории постепенно становится. Кто у нас? Йосиф. Итак, Ва-Ешев Яков, Бе-Эрец Мегурей, Авив, Бе-Эрец Кнаан. И поселился, или жил, или проживал Яков. Там, Бе-Эрец Мегурей, Авив. Видите, Гар, корень, жить. Значит, в стране проживания его отца. Или в стране, где жил его отец. Да, Авив, это не весна. А здесь Алиф, Вет, Ют, Вав. Значит, это отца его. Эрец Кнаан. Видите, что интересно. Мегурей, видите, не Гар в единственном числе, а он несколько раз проживал, либо проживал длительное время. Поэтому Эрец Мегурей Авив. В стране проживания отца. Элитлдот Яков. Вот родословное Якова. Но дальше, получается, идет речь практически об одном Иосифе. Хотя, говорится, родословное Якова. Что это показывает? Что Иосиф становится в центре, внимание, в центре, внимание, повествования. Иосиф Бен Шева, Эсрей, Шана, Хая, Раэ, Эт Ахав, Бетсон, Вэгу, Наар, Эт Бней Бельха, Вэ, Эт Бней Зильпа, Вэшей, Нэшей, Авив, Вэя, Вэй, Йосиф, Эт Дибатам, Ра, Эль, Авие. Здесь у меня перевод такой. Вот родословие Якова. Семнадцати лет Иосиф. Пас с братьями своими, мелкий скот, отроком, он был близок, был близок здесь у меня добавлено, с сыновьями жен его, отца Билки и Зильпы. И доводил Иосиф худые слухи о них до отца их. Как у вас? Примерно так же, да? Ну-ка, давайте. Так, время было сразу открывать, да? Тридцать седьмая глава. Хорошо. Давайте теперь разберемся. Вы смотрите по вашему переводу, да? А мы попробуем разобраться, что же такое представлял собой Иосиф, да? Не кто такой Иосиф, а что такое Иосиф? Помните, мы говорили, да не кто такой еврей, а что такое еврей. И что он собой представлял, и как он жил. Итак, Иосифу было семнадцать лет, да? Иосиф бен шева эсры шана. А я рое. Был кем? Пастухом, да? Эт эхав, бацон, да? Вэ гу наар, эт бней бильха, вэ эт бней зильпа. Хорошо. И, значит, был пас овец, да, мелкий, рогатый, скот, да? Вэ гу наар, и он был, опять появляется у нас слово наар, которое переводится отрок или человек с ограниченной, да, с ограниченной ответственностью. И он был наар, у кого? У сыновей билги и зильпы. Здесь написано жен его, да? У вас тоже жен написано. Но в действительности не написано жен. А написано женщин его. Это были женщины отца, они не были жены. И сыновья этих наложниц, они не имели столько прав, сколько сыновья, да, законных жен. Хотя они вроде как бы считались сыновьями этих жен. Но если мы, например, посмотрим, когда входили в Эрецк-Наан евреи, и вы помните, была гора Геваль, да, и горы Зим. На одной горе благословения произносились, на другой горе произносились проклятия. И благословения произносили кто? Те колена, которые произошли от сыновей жен. А проклятия произносили кто? Те, которые были от сыновей наложницей. Итак, смотрите, он был наар. Здесь у меня написано, что он был близок с сыновьями. Но он был пастух, да? И он был наар. Он был под этими. И они, хотя он был сыном законным, правда, но он был ниже этих, он был наар, что он делал? Он шестеркой был, шестерил или шакалил. Мальчик на подхвате был. Ну, давайте будем переводить Библию на понятный нам, так сказать, язык. Шестерил или шакалил, не усынови законных жен. А у тех, которые сами были пацанами законных жен. То есть он самая малая шестерка там был, шестеренка во всей этой компании. Что же он дальше делал? Тут доводил Йосиф сухие худые слухи о них до отца их. Ну, вроде бы Йосиф такой, он все доносил, потому что братья же делали плохо, да? А он доносил, он хотел сделать хорошее, да? Ну, здесь давайте прочитаем дальше. Значит, Вэй, Явэй, Яво, это, видите, на Ви тоже пророк того же корня Яво. Ба, это значит предоходить, а это приносить. Вот они, да? Яванти, Я принес, что? Эд Гасефер, да? Тара. Я принес эту книгу. То есть принести, это означает в иврите структура заставить прийти. Уронить, значит, заставить упасть. Так? И что он делал? Он доносил, да? Доносил или приносил. А что же он приносил? Это диба там. Это предлог введительного падежа, как вы уже сегодня выучили, да? Диба клевета. Да? Что же он? Диба там. Множественные, множественные клеветы. Диба, клеветник, это кто? Дьявол. Помните? Диба, дьявол, клеветник или диабол по-гречески. Что означает, они перевели по-гречески, бросающий вызов. Но это все происходит от еврейска. Оказывается, он не просто, он приносил клевету, и какие? Клеветы на них. Диба там. Да? Клеветы на них. Если бы женщины были, то это был диба там, да? Приносил клеветы на них. Хорошо. Дальше, значит, слухи о них, да? Диба там. Ра-эль-Ави-Эм. До отца их. Вот интересно. А разве это не был его отец? Чего сказано до отца их? Потому что он подходил и говорил, отец, это твои сыновья, да? Делали то-то, и то-то, и то-то, и то-то. То есть, получалось, что так же самое, как Адам говорил по отношению к Богу. Это женщина, которую ты мне дал, да? Вот это твои сыновья, в которых я должен служить. Они делали то-то, и то-то, и то-то. И если мы видим, то здесь говорится не только о плохих слухах, но и конкретно о чем? О клевете. О клевете. Это очень интересно, когда мы так разбираем каждое слово. Правда? А теперь мы будем комментарии немножко проводить. Вот первое подзаголовок главы у меня называется так. Сидним сидел Яков Ханаан. Это мой перевод, да? Слово Ешел. Потому что он сидел или жил. Сидним сидел Яков Ханаан. Итак, Яков после долгих лет тяжкого труда, странствий, конфликтов, можно сказать, возвращается в Ханаан. Все достижения получены. Яков богат, правда? С братом он вроде бы тоже примирился. Жить можно. Куча домочадцев, детей, внуков. Полный достаток во всем. Спокойствие. И Яков что сделал? Успокоился. Не пишется, что Яков где-то приносил какие-то жертвы, строил жертвенники, как про отец Авраам. Не написано, что он опять там какие-то колодцы копал, или что-то там дополнительно делал, или кого-то евангелизировал. У него же куча было детей, которые могли свидетельствовать о Боге. Правда? У него была куча стад. И он успокоился. И даже Исав был убежден, что лучше иметь Якова в качестве доброго соседа, чем в качестве врага. Яков уже не пасет сход. Есть сильные, ловкие седовья. Выгоняет стада на дальние паспища. И старик возвращается к прерванному когда-то учению. У него много досуга, чтобы вспоминать прошлое, свои юношеские мечты, как все это было. И вот по версии Медраша, вы помните, что вся жизнь наших прородцов, это что, образы для нас, да? И вот мы достигаем в своем служении, пройдя пустыню, пройдя испытания, да, чего-то мы уже достигли. И тут к нам приходит Сатан. И, согласно Медрашу, в это время Сатан предстает перед лицом Всевышнего со своими претензиями. Неужели недостаточно, что праведникам достается блаженство в будущем мире? То есть история такая же, как у кого была? Да, у Ивова. Какое они имеют право наслаждаться еще в этой жизни? Ну, помним, если Медраш, это что, просто наши размышления? Ну, мы можем так думать. И с Иаковом случается беда. И на этот раз уже речь не о кознях Лавана и не о враждебности жителей Шахема, а беда приходит изнутри, из собственного дома, да? Любимый сын, красивый такой мальчик, умный, и он становится причиной постоянных трений и конфликтов, в результате обрекших стареющего отца на долгие годы безудешных страданий. Итак, недельная глава называется «Ваешеф». Вот сравните ее с другими названиями глав. «Вышел» – «Ваеце», «Послал» – «Ваешлах», «Умолял» – «Ваэтханан», «Слушайте» – «Газину», «Пошел» – «Ваэлех». Видите, это все какие действия? Активные действия. И одна единственная глава называется просто «Сидел», да? Сидел, ничего не делал, никого не трогал. И вдруг – бац! – такое горе на голову. Да. Отсюда вывод, что еврей никогда не должен сидеть на месте. Есть даже слова «Ницавим». Это означает «стоять в струю», как в армии. Можно сказать, вы крепко стоите, стоите по стойке смирно. Потому что еврей должен крепко стоять на ногах, даже когда все рушится вокруг. Но, если человек расслабляется, если он сидит и думает, что он дошел до совершенства, то все, начинаются проблемы. И доказательством этого является наша недельная глава. Как только Яков решил расслабиться и посидеть спокойно, тут появляется Иосиф. И вообще Иосиф – это, так сказать, золушка мужского рода, да? Иосиф вышел из грязи князей. Мы видим, что он среди своих братьев был таким самым-самым гадким котенком, да? И удалось ему дойти до принца, да? Принца Египта. Можно даже так сказать. Вот интересная такая история. И следующее мы назовем под заголовок «рубашка, которая ближе к телу». Бытие 37, дробь 3. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, да? Потому что он был сыном старости его и сделал ему разноцветную одежду. В Израиль, Агау, Эт Йосиф, Миколь, Банав, Бен Заканим, Гу, так? Так, и что ло, аса, ло, кто нет, пасим, кто нет, пасим. Значит, был он Бен Закан, Гу, сын его старости, да? И что сделал он ему? И сделал у него кто нет, пасим. И вот это слово пас переводят по-разному. Кто-то, может быть, найдет в переводе шелковая одежда, кто-то найдет разноцветная одежда, богатая одежда. Все это разные синонимы. А ктонет, ктонет, это что ктонет? Знакомого слова? Катон, да? Хитон. Все это одного корня, да? То есть рубашка. И катон по-английски это что у нас? Хлопок или шерсть? Хлопок, да? Хлопок, да. Итак, катонет пасим. Некоторые переводят это шелковая рубашка, пас, а вообще пас разноцветный. Некоторые говорят, что высотой до щеколоток. То есть разные есть. И есть даже в переводе туника с длинными рукавами. Ну, какой бы ни была эта рубашка, но по рубашке его было издалека видно, да? И сыновья издалека видели подзорные трубы, и его, ну вот, все. Пришел. Сейчас начнется. Приехал ревизор из самого Санкт-Петербурга. Вот. Это вроде бы привилегия небольшая, но это вызывало все зависть. И евреи говорят, что шелковая рубашка стоимостью в 4 шекеля был самым начальным толчком, привезший в конце концов к египетскому пленению сынов Израиля. Сумма смехотворная. Но она, подчеркивает мудрецы Талмуда, ознавила свой поворотный пункт в истории избранного народа. В чем дело? Видите, Яков отличал своего сына от других. Какая не была рубашка, насколько она была дорогая или нет. Но это проблема. Он ничему не научился. Правда? У своего отца. Его отец любил... У него был любимый сыночек, да? А сам Яков был любимым сыном матери своей. И все равно, опять эта история ему ничего не научила. Хорошо. И что первое делают братья? Что первое делают братья, когда их не хватает Иосифа? Вообще история очень интересная. Иосиф пошел посмотреть за братьями. Что они там делают, да? Братья издалека увидели Иосифа. Можете себе представить, да? Быстренько свои монатки. Монаты это... Вы знаем по-тюркски, по-казахски что, да? Смотали и рванули. Знаете, куда они рванули? За 60 километров к северу. Подходит Иосиф, смотрит, тут какой-то прохожий, говорит, где мои братья? Были братья, но они самоликвидировались. Но это Иосифа не останавливает. И он продолжает идти пешком дальше. Братья от него убегают, а он их догоняет. И в какой-то точке он их догнал, да? И они еще помните его за что? За то, что он сновидец, да? Баль, хозяин. Не хозяин, извиняюсь. Баль. Халон, да? Хозяин сну был. И то, что он предвидел, потом, конечно, в счете исполнилось. Но все это не способствовало любви к братьям. И тут братья решают его убить. Но они, правда, его не убили, по милости Божией, а просто бросили в яму. Ну, что они сделали с рубашкой? Рубашка дорогая, да? Наверное, не могли бы даже продать. Но эта рубашка вызывала у них столько ненависти, да? Что они предпочли ее разорвать на части и смазать кровью, чтобы только она никому не осталась. И интересно, что они сделали? Значит, первое, что делают братья, когда он приходит навестить их пастбище, они срывают с него рубаху. Бытие 37.23. Дальше. Готовясь сообщить Якову об исчезновении Иосифа, это Бытие 37.31 по 33 стих, они марают рубаху кровью только что зарезанного козла. И потом еще рассекают ее мечом. Мечом Бытие 37.32. И вот есть варианты перевода этого глагола. Ва-е-шалху. Это можно сказать от слова шалах, меч, или послали. Послали вместо рассекли. Видите? Они послали послание, когда они рассекли мечом, шалах, ва-е-шалах, или послали кого-то. И это очень похожая параллель, да? Можно было пересчитать все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище. Делят ризы мои между собой, и об одежде бросают жребий. Это Псалон 21, да, в русской Библии. Семнадцать девятнадцать. И слово переведено как рызы. Здесь багет. Бегет. Множественное. Гадим или бигдей. Покрывало одеяние. Одежда. А делит. Употреблено слово халак. Хэли. Красняка. Делать. Делить на части. Но еще интересно, что слово халак означает быть гладким, скользким, быть лживым, делить, разделять, распределять, уделять, давать удел, быть разделенным, разделяться. То есть, видите, что сделали с одеждами? Разделили, да? Ну и что, оказывается, сделали лживым? Сделали лживым послание. То есть, если брать каждое слово торы, и оно имеет различные значения, да? Можно видеть такое вот усиление. И поэтому в Иоанна 19, 23, опять похожее место. Воины, когда распяли Иисуса, взяли одежду его, разделили на четыре части, каждому по части, а хитон, опять кутанет, это тоже слово употреблено, рубашка, был не сшитый, а тканый сверху. И дальше братья приносят пропитанную кровью рубаху отцу и обращаются к нему с грубой прямотой, не щадя чувств старика. Ну, вы знаете как, Юрия не принято так говорить. Вот твой сын умер, да? Надо сказать сначала, твой сын плохо себя чувствует, или твой сын заболел. Потом можно сказать, твой сын при смерти, да? Потом можно сказать, твой сын умер, чтобы человек был подготовлен. Ну, типичный пример, все хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо, да? Ну, там мелочи там, конюши сгорела, лошадь, и так далее. А потом уже постепенно подготавливается. А тут они сразу в лоб ему, да? Понимаете, они ненавидели не только самого Иосифа, но и отца они ненавидели. И прямо отцу говорят, вот, это мы нашли. Посмотри, сына ли твоего это одежда? Опять-таки, они не сказали, может быть, это одежда нашего брата, да? Твоего сына. То есть мы видим, что раздор в семье Якова уже пустил очень глубокие корни. Собственно, уже как семьи не было. Каждый смотрел друг за другом, как волки. И вот ты, сына ли твоего, это одежда. И он опознает праздничную одежду Иосифа, говорит, это одежда моего сына. Хищные звери растерзали Иосифа. Очень интересно, что это как бы пророчески. Хищные звери растерзали Иосифа. А братья, которые сделали подобное с Иосифом, не являются ли они хищными зверями? Правда? Мы можем быть хищными зверями по отношению к брату. И видите, бросать в лицо отцу этот отчужденный твой сын, это просто даже бесчеловечно. А хищные звери, о которых говорит Яков, относятся не только к четвероногим, но и к двуногим зверям, озверевшим от зависти братьям Иосифа. Я, к сожалению, всю историю вам пересказывать не буду, буду останавливаться только на определенных моментах, потому что у нас на каждую недельную главу всего лишь один час. Я очень люблю исследовать имена. Видите, что означает Иосиф? Иосиф – это сов, это конец, но это не просто сов-конец, а если говорится об урожае, то это прибавление. И имя Иосифа означает прибавление, или Бог прибавит. Помните? Да прибавит мне Господь еще сына другого, сказала мать. Рэбет самахцедек, повисает это так. Служение Иосифа заключалось в том, чтобы делать чужого сыном. Опять-таки, если мы берем и анализируем каждое слово Торы, то прибавит мне сына другого, да? Но, может быть, и какого сына? Чужого. То есть, задача Иосифа – прибавлять чужого. Вот мы здесь есть евреи и неевреи, да? И мы все прибавлены к Богу. Мы все сделаны из двух, да? Одно. То есть, Иосиф – тот, кто прибавляет чужого. И Иосиф обладал всем необходимым для этого. Он был и сильный, и красив станом, и красив видом. Почему же два раза повторяется – красив станом и красив видом? Ну, как вы думаете, если у меня вот такой стан, то не очень красивый, да? Если он был красивым видом, так что фигура у него была нормальная, правда? Но в Торе нет ни одного лишнего слова. И поэтому интересно, что слово «таар», переведенное как «стан», также означает «предписывающие заповеди». А «мэ-р-е» от слова «мэ» – то, что мы видим. «Мэ-р-е» – это то, что мы видим. Или красив, какой он был видом, да? «Мэ-р-е» – видом внешним. А «мэ-р-е» также, «мэ-р-е», то есть, опять-таки, огласовок Торы нету, да? Тоже корень, только другая немножко огласовка, которых Торы мы не видим и можем читать по-разному, означает «запреты». То есть, он мог оказывать влияние на других, делать из сына чужого, а также соблюдал все предписывающие заповеди, да? И все запрещающие заповеди Торы. И каждому человеку требуется, чтобы он начинал с кого? С самого себя. Есть принцип. Украсть сначала себя, а потом берись украшать других. Украсть, а не украсть, конечно. Украсть сначала себя, да, а потом берись украшать других. Поэтому нужно самому быть красивым станом и красивым видом. Тогда ты можешь повлиять на другого. Ну, вот представь себе, приходит какой-нибудь бомж и начинает проповедовать о преуспевании. Да? Или вывозит человека в коляске, и он будет проповедовать об исцелении. Да? Врачу говорится, что? Исцелися сам. То есть, сначала сделай сам. Для нас это что? Значит, мы должны так выглядеть, чтобы каждый, глядя на нас, понимал, что у нас есть что-то особенное. Я не говорю здесь о милионе, о Мерседесе или о чем-то. Вы знаете, если посмотреть на лица людей. Вот вы сравните лица людей. Я смотрю там 50-60-х годов по фильмам. У них живые лица, да? А в современных лицах какие-то рыбьи, мертвые лица. Вот если хочешь увидеть ад, вот когда едешь в автобусе, посмотри на глаза своего соседа. В них этот ад отражается. Очень даже зачастую. Да? А если в ваших глазах будет отражаться рай, да? То любой человек заинтересуется. Я еще раз говорю. Это не значит, что вы должны особо богато одеваться, да? Но должна быть скромность, и при этом они должны видеть что-то особенное внутри вас. Хорошо. Дальше. Йошев, мы уже говорили, да? Значит, И Израиль любил Йосева больше других сыновей. Увидели братья, что отец любит его более всех братьев, и возненавидели его. Видите, есть любовь какая? Помните? Любовь безусловная, да? И любовь условная. Вот, например, условная любовь. Сам Израиль, он любил своего старшего сына, Исава. За что? За то, что он приносил вкусные вещи. Мы там прямо увидим конкретно, да? А о матери, за то, что она любила Якова, там вообще не сказано, за что она его любила. Просто любила, да? Просто любила ее. Это очень важно. И если человек обделен любовью, он начинает думать, за что меня не любит, или за что меня любит. Но любит и не любит, это не за что-то. Правда? Поэтому свою любовь надо дарить всем людям. Хотя бы за то, что они есть образ и подобие Божие. Правда? Вот. Но даже, видите, между братьями возникала из-за этого проблема. И, согласно Раши, зачистиками, выступили решительный и беспощадный Шимон и Леви. Шимон и Леви еще прославились тем, что они первую геноцид устроили. Да? Помните? Шимон и Леви. Девочка пошла на дискотеку в город. Ну, дочка председателя колхоза «Светлый путь» Израиля. Да? Да, Дина Израилевна пошла. И там увидел ее сын местного авторитета на дискотеке. Ну, помните, чем это закончилось. Ну, по закону, в принципе, он мог жениться на ней, да? Раз такое произошло. И он даже решил обрезаться, то есть, принять иудаизм. Но они были настолько непримиримы, что даже сам Израиль, да, удивился. Они уничтожили всех мужских, мужское население города. И не просто уничтожили, а в то время, когда они были совершенно беззащитны. То есть, совершили страшное преступление. И тут они тоже первыми начинаются. Но тут вмешивается Реввен и сказал «Не проливайте крови, бросьте его в яму». Некоторые говорят, что для того, чтобы потом возвратить к отцу. В книге Загар задается вопрос «На что рассчитывал Реввен, обращаясь с таким предложением? Ведь брошенный в яму Иосиф должен был неминуемо погибнуть от укусов змей и скорпионов, которыми кишит земля пустыня». Вы знаете, в сухих колодцах они скапливаются в огромном количестве. Но Реввен знал, что от ядовитых змей легче спастись, чем от людей, желающих сделать зло. Можете это себе записать. От ядовитых змей легче спастись, чем от людей, желающих делать зло. И поэтому сказано, дабы избавить его от их руки. Вы знаете, что у нас есть пустыня в этом самом? Да, в Херсонской области. Мой сын там ходил с ребятами в пустыне. Он такой у меня турист, специалист по снаряжению туристическому, спортивному. Сьет, ну и сам все это опробует. И там когда-то даже пытались снимать белое солнце пустыне. Но потом все-таки решили, что лучше снять в Средней Азии. То есть, самые натуральные пески. Такие же. И оказывается, там есть змеевник, питомник. Причем, этих змей, если змею держать искусственно, она постепенно, ну как сказать, все-таки болеет и теряет свой яд. А туда пускают прямо этих змей. И вот они ходили там между этих змей тоже попадались. Прямо пускают этих змей, они там живут. Потом их отлавливают, на какое-то время держат, получают яд, потом опять их впускают в природу. Да, это пустыня вот такая. И вы знаете, что говорится, праведных, что змеи делают? Не кусают, да? Однажды мой сын случайно наступил на змею. Но и правда она его не выкусила. Слава Богу. Да. И так от злых людей хуже спастись, труднее спастись, чем от ядовитых змей. И интересно, что когда эпизод продажи Тора указывает, что Иосиф был продан ишмаэлитам, которые шли караваном из Гелада в Египет. Ишмаэлиты это кто были? Арабы, да? Потомки Измаила. Вот что интересно, что они везли? Пряности, бальзам и лот. 37 глава, 25 стих. К чему такая подробность? Зачем нужно знать, что везли арабские купцы? И задаваясь этим вопросом, Раши приводит Медраж, который говорит, что обычно арабы перевозят дурно пахнущие нефть с Кипидар. А этот караван, в отличие от других, вез благовоние. И вот это первое указание, что Бог сбыл всегда что? С Иосифом. Вы помните, что и раньше арабы нефтью торговали, сейчас торгуют нефтью, но тут оказалось не мазут везли, а благовоние. Еще, если вы вспомните Иешуа, когда родился, что принесли маги? Благовоние, да? И это тоже указание, да, вот, Иосифа. По сравнению вот с домом отца, для Иешуа весь мир похож на вот эту яму, кишащую змеями и скорпионами, да? Ну, и он, когда появился в этом мире, первое, что Бог подарил своему сыну через этих людей, это благовоние. Хорошо. Вот. И представьте себе положение Иосифа, любимый сын Якова, да? Он отличается от всех других сыновей. Еще, кроме того, Бог ему дал дар пророчества, да? Ну, он еще не умел это пользоваться, и этот дар пророчества тоже был для него, в общем-то, не даром, скорее, а наказание. И вдруг Бог полностью меняет, да? На сто процентов всю ситуацию, да? Сверху вниз. Но в то же время Иосиф чувствовал, что Всевышний помнит о нем. И значит, придут хорошие времена. Иосиф был продан египетскому царедворцу Патифару, который был начальником кого? Одни говорят, да, табахим. Знаете, цыпленок табака? Цыпленок резанный. Табах. Митбах это кухня, да? Табах это повар или резальщик тоже. Значит, либо они были типа такие, как головорезы, да? Или палачи, если переводят, начальнику палачей, а скорее всего повара. Почему? Потому что когда мы видим одну и ту же тюрьму с Иосифом кто еще попал? Тоже люди, имеющие отношение к кухне, да? Поэтому, скорее всего, это был начальник поваров. И благословил Бог дом египтянина ради Иосифа. И отдал он, то есть, Патифар, все в руки Иосифа. И опять, повторяется, Иосиф был красив станом и красив видом. И опять мы можем понимать в прямом смысле, да, и в переносном смысле, что Иосиф продолжал соблюдать все заповеди Торы. Несмотря на такую жизнь, которая была у него, да? И Бог благословил египтянина ради Иосифа. Но дальше возникает интересная вещь, да? Возникает жена Патифара в литературе. Ее термологически называют Зулейка. Здесь она не указывается, ее имя, но это имя арабское, да? И тут опять возникает причина арабо-израильского конфликта. Да? Вот. Арабы хотят, чтобы израильтяне их любили, а израильтяне их почему-то не любят. Вот так эта женщина тоже захотела, чтобы он ее полюбил, да? Да. Она схватила его за одежду, говорят, ложись со мною. Но он оставил свою одежду в руках и выбежал вон. Опять речь идет о рубашке, об одежде, да? Вот. И было, как увидела она, что он оставил в руке ее одежду и выбежал вон. Воскликнула домашних своих и сказала им вот интересно. Смотрите, как она говорит два раза одну и ту же историю и не повторяется. Вообще, вы знаете, что если вы попадете когда-нибудь в руки гестапо или НКВД и вас заставят что-либо повторять много раз. Хорошо. Как это делается? Знаете, для чего? Если человек обманывает, да, то он повторяет историю этими же самыми словами. Но здесь вот интересно, что она в зависимости от того, какая публика слышит ее, да, первое, что она сказала, смотрите домашним своим, привел к нам, он к нам, муж, привел к нам человека, еврея, чтобы насмехаться над нами. Она хозяйка, они рабы. Тут она ставит себя на их, да, и смотрите, все время повторяется еврей. Вот здесь ключевое слово в этой истории, что еврей. Поэтому здесь вопрос идет не только о том, что Иосиф был рабом, да, но и проблема, что он был евреем. Привел этого еврея, чтобы он издевался или насмехался над нами. Пришел он ко мне, чтобы лечь со мной, а я закричала громким голосом, не виноватая я, он сам ко мне пришел. Закричала она громким голосом, оставил он одежду свою при ней и убежал. И вышел вон. И положила надежду ее при себе и пришел муж. Она ему по-другому рассказывает. Тот раб еврей, которого ты привел к нам, видите, опять, кто виноват? Муж, приходил ко мне, чтобы посмеяться надо мною. Уже не над всеми слугами, а над кем только? Только над неем. И вот, как подняла я голос свою, закричала, и оставил он при мне одежду свою, и убежал вон. Но, естественно, не поверил. Если бы он поверил, то Иосифу, скорее всего, отрубили голову. Оставить без последствий он тоже это не мог. И бедного Иосифа посадили в тюрьму, да? И там у него открылся опять тот дар, который у него был в начале. Я опять-таки говорю, что не все он мог, а не все могу вам сказать, да? У него открылся дар толкования слов. И он правильно истолковал сон первого и сон второго. И сказал, что ты когда выйдешь, то вспомни обо мне, да? Говорят, сидел он 10 лет, а потом еще сидел два года за эти слова. Хорошо. Делаем перерыв, да? Хорошо.